Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» на канале ЛДПР-ТВ, в студии Ксения Каста и коротко о главном. Запад будет пытаться искать новые рычаги давления на Россию, используя Афганистан. Это мнение Владимира Жириновского. Политик отметил, что в отношении южно-азиатской страны наверняка будет использован принцип украинизации. Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы окружить Россию проблемными зонами. Ситуация пойдет по пути, чтобы Афганистан получил кредит из Запада под обременение. Беспокоить Китай, Россию и поднимать восстание в буйгурском автономном регионе Китая и создать напряженную обстановку Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот это будет украинизация. Государства будут слабые все, но везде будут измываться над русскими, запрещать русский язык. То есть будет идти вариант Украина антироссия, Средняя Азия антироссия. И за это они будут получать деньги, превратятся в баев, в шахов, в эмиров. Сиди, гарем, шатер, все в золоте, а простой плевс дыхкани воюют, друг с другом воюют. Поэтому вот так хотели бы американцы, что у нас было несколько гнойников. На западе Украина, на юге Кавказ, армяне-азербайджанцы и Средняя Азия, все остальные народы. И Дальний Восток еще скорее какой-нибудь провокации. Вот у нас будет Дальневосточный фронт, Среднеазиатский фронт, Кавказский фронт и Западный фронт. Вот и будем туда посылать солдат, санитарные поезда, новое оружие испытывать. Но это все будет в тяжесть нашей экономики. Этого я не хочу допускать, поэтому я дал вариант. Кто хочет мира безопасности, назад, домой, в Россию. Мы защитим, никто не сунется, все заткнутся. А республики, федерация, это все исключается. Все это надо забыть. Поэтому выкачивать ресурсы со всей территории России и ее бывших национальных окраин, чтобы богатели все. Сильные дожди в Амурской области в очередной раз спровоцировали подъем воды в реках и подтопление населенных пунктов. Сейчас в регионе в воде находятся более ста домов и около тысячи земельных участков. По сообщениям местных СМИ, власти начали подготовку документов на выплаты из федерального бюджета. Тем временем, далеко не все пострадавшие получили деньги за последствия паводка от двухлетней давности. В приемную депутата Государственной думы Андрея Кузьмина обратились жители села Угловое Мазановского района. Еще в 2019 году во время паводка уровень воды в их доме достиг отметки в полтора метра от уровня пола, не считая подполья. Жильцы указывают на некомпетентность комиссии, которая произвела лишь зрительный осмотр ущерба. Также не обошлось без задержки документов, подделки актов и подписи собственника. Пока жильцы пытались признать дом аварийным в судебном порядке, в Управление социальной защиты от имени собственника поступило заявление на возмещение ущерба, которого, естественно, она не направляла. Андрей Кузьмин встретился с дочерью жильцов дома Анастасией. Девушка рассказала, что ее родители-пенсионеры до сих пор вынуждены искать места для временного проживания. Ведь вернуться в свой дом, в фундамент которого может обрушиться в любой момент, опасно для жизни. И только посмотрите, в каком состоянии дом вода, в котором стояла практически до потолка. Мы столкнулись с бездействием властей. Мы обращались во многие инстанции, но получали отказы. Мы судимся два года. Что делать пенсионерам? Как жить дальше? Как бороться с правовым беспределом? Два года семья не оставляет надежды добиться правосудия и, наконец, признать дом аварийным. Пока власти Мазановского района и Амурской области бездействуют. Паводок 2021 года внес свои коррективы. Вода снова на участке и в подполье дома. А сколько еще людей с такой же проблемой, которые годами судятся и не могут добиться переселения из аварийного жилья? Андрей Кузьмин готовит депутатские запросы к губернатору области, начальнику областного УВД для установления факта мошеннических действий, а также вице-премьеру, курирующему Дальний Восток. Село угловое стоит высоко довольно-таки. Селимджа, Ульма, рядом реки. А грунтовые воды не дают спокойно людям жить. Люди уехали, бросили свой дом и два года бьются с чиновниками из Мазановского района за свои права. Материалы собраны довольно-таки объемно, довольно-таки объективно, во всем направлениям. Мы максимально ускорим этот процесс. Надеемся на положительное решение данного вопроса. Семьи с детьми и безработные являются наиболее уязвимыми категориями с точки зрения финансов. Таковы данные Росстата, однако другие категории граждан также регулярно сталкиваются с проблемами, решить которые без помощи дипломированных специалистов порой совершенно не под силу. Депутаты ЛДПР готовы оказать квалифицированную помощь. Тем более, что ехать теперь никуда не нужно, достаточно иметь компьютер, подключенный к сети интернет. Каждый гражданин России вправе прийти на прием к депутату или написать обращение. Личный прием граждан – это обязанность депутатов. Сергей Катасонов максимально упростил сложную процедуру подачи обращения. Он один из первых депутатов в Оренбуржье создал онлайн-приемную. Это просто и эффективно. Зайдите на сайт katasonov2021.rf. Нажмите на кнопку «Обратиться». Внимательно и последовательно заполните свободные поля. Имя, фамилия, адрес. Лаконично и кратко сформулируйте проблему. Подтвердите согласие на обработку персональных данных. Нажмите кнопку «Отправить». Дождитесь сообщения на указанную электронную почту. Онлайн-приемная Сергея Катасонова. katasonov2021.rf Справедливости ради стоит отметить, что пока не все депутаты ЛДПР успели обзавестись электронными приемными. Однако фирменный партийный транспорт, так называемые рейсы добра, регулярно курсируют по российским регионам. На борту команда квалифицированных специалистов, которые обязательно помогут гражданам в решении их проблем. Прежде всего, сейчас людей волнует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Выяснилось, что в ряде муниципальных образований управляющие организации неправильно рассчитывают плату за отопление. И людям в платежках сейчас выставили огромные суммы. Госжилуинспекция, мягко говоря, не сильно содействует. Поэтому мы сейчас обращаемся в прокуратуру, для того, чтобы прокуратура приняла меры прокурорского реагирования. И в случае выявления нарушений вынесло представление об устранении. То есть людям должны сделать перерасчеты. Особенно ЖКХ волнует семьи военнослужащих, которые живут в общежитиях Министерства обороны. А в Нарофоминске, в Краснознаменске очень много войсковых частей. И вчера мы проводили буквально то же мероприятие по подписанию актов о ненадлежащих услугах. И, соответственно, будем также направлять в управляющую организацию Минобороны и в госжилуинспекцию эти акты, для того, чтобы людям сделали перерасчеты. Также людей очень остро волнует транспортные проблемы, особенно ЦКАД. Как вы знаете, ЦКАД сейчас разделил жителей Одинцовского городского округа Краснознаменск и Нарофоминск. Поставили отбойники. И теперь для того, чтобы повернуть в ту или иную часть поселения, люди должны пройти квест в 3,5 километра. Мы сейчас при поддержке Владимира Вольфовича обратились к губернатору Московской области, для того, чтобы он обратил на это внимание. И в скором времени план этот пересмотрели движение. Потому что это экология, это повышение тарифов на пассажирские перевозки, это плата за грузоперевозки. Но это время, которое люди тратят для того, чтобы повезти своего ребенка в детский сад, поехать на работу до ближайшей железнодорожной станции. Я не знаю, зачем эти чиновники сделали от Автодора, это какое-то вредительство, по-другому не назвать. Помещение нового детского сада под офисы, а многоуровневую парковку под хостел. Такие метаморфозы происходят не где-то в российской глубинке, а в центре Москвы. Собственники квартир, которых при покупке соблазняли и комфортным паркингом, и социальной инфраструктурой в шаговой доступности, не только остались с носом, но и оказались полностью бесправными. Тимур Титов разбирался в ситуации. Обещать не значит жениться. Видимо, любимая поговорка некоторых московских застройщиков. Вместе с новой квартирой этим людям обещали школу, детский сад, парковку. Шли годы, но никто ничего так и не получил. Нам обещали муниципальный детский сад, еще, наверное, в 2014 году его обещали сдать. Сейчас 2021 год, смотрите, да, строительная площадка. Причем Министерство образования говорит, что у нас проблем в округе с садами нет, у нас все хорошо, нам лишний детский сад не нужен. То есть город от этого детского сада открещивается, под свое крыло брать не хочет. Помимо этого, этот детский сад уже и полтора года назад, и полгода назад у нас есть все эти скриншоты. В интернете выставлялся как административное здание, подофисные помещения. Покупайте, пожалуйста, кто хочет. Цена была там 240 миллионов рублей. Жилой комплекс почти в центре Москвы. На сотни квартир только одна подземная парковка. Мест для автомобилей катастрофически не хватает. Машин, мест не хватает. Весь двор заставлен машиной. Кругом, ближайшая территория, она вся оплатная, парковаться нельзя. И мы на самом деле, ЖБИ-5, мы до сих пор живем на стройке. То есть нас не передали никому, мы вообще ничего не можем. Вот совершенно никакие действия, ни шлагбаум, ни городица, вообще ничего. Если детский сад переделывают под офисный центр, то многоуровневая парковка вдруг стала по какому-то сверхрешению превращаться под крупнейший в стране хостел. И вот снова мы спрашиваем правительство Москвы, куда вы смотрите? Ведь все это с согласия. Ведь поменять вид разрешенного использования с детского сада на офис невозможно без согласия префектуры, без согласия госстроенадзора, без согласия, там, не знаю, СЭС, пожарных инспекторов. Ну, то есть там другое совсем применение, другие совершенно нормативы. Значит, кто-то подписал, значит, где-то подпись кто-то за эту подпись заплатил. То же самое здесь. Парковку переделать под жилье, но это все равно, что вот, не знаю, вагончики поставить просто на тротуар, на дорогу и сказать, что это же квартиры высокого, значит, комфорта. А это просто вагончик холодный, металлический. Ну, это чудовищно. Поэтому мы, конечно же, уже написали и мэру, уже написали в прокуратуру. Сейчас будем добиваться комплексной проверки вот этого здания. Примечательно, что люди были готовы выкупить машинные места на парковке. Но, видимо, организация хостела принесет больше прибыли. Вот так обычная алчность застройщика будет отравлять жизнь целому жилому комплексу. А что люди пошумят, покричат и все затихнет, считают некоторые. Затихнет ли? К этому часу все новости. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем ютуб-канале. До свидания.